Ассалам алейкум друзья, приветствую вас джентльмены, с вами Сула наш боец и вы на канале Найза ТВ, а также YouTube страничках Найза ММА и Найза ММА Рус. Сегодня у нас в гостях Фаниль Ногай Рафиков, который 29 декабря здесь в Алматы-Арене в городе Алматы сразится против очень сильного крыгинского бойца Ханыбек Жанебекулой. И сразу же, друзья, небольшая ремарка. Этот крыгинский файтер, если я не ошибаюсь, еще ни разу здесь в Казахстане не проигрывал. Это во-первых, а во-вторых, дрался действительно серьезными пацанами. И сегодня у нас главный вопрос и действие. Насколько готов наш Фаниль Ногай Рафиков отомстить за всех наших пацанов? Мы будем общаться непосредственно про это. Фаниль, салам алейкум, приветствую. Давно мы с тобой не общались, давно не выходили выпуски на моем канале, по крайней мере, а тебе. Ну, надеюсь, теперь мы будем встречаться почаще. И у меня сразу же вопрос тебе. Ханыбек Жанебекулу. Три главных, допустим, отличительных черты для тебя, вот, в Ханыбек Жанебекулу, как бойца. Чего ты действительно в нем считаешь? Это его плюсы. Поправочку введу, в первую очередь. У него есть поражение от нашего казахстанского бойца. Асхат Акимов его выиграл в Аллаш Прайде. Этот я бой смотрел и что-то для себя подчеркнул. Три качества, какие у него, да, постоянный напор, вторая, не выбирает оппозицию, бьется со всеми, так же, как и я. Ну и третья, третья, то, что принял бой со мной. Друзья, кстати говоря, да, я ошибся с Атам Акимовым в прошлом году, да, если я не ошибаюсь, это был финальный турнир Аллаш Прайда, я совсем забыл. Но про этот поединок можно говорить очень много, но Фаниль меня поправил, это очень правильно было, спасибо. Фаниль, крайняя схватка, Ханебек Жанибекулу здесь на Найзаб Файтинг Чемпионшип против Олжас Яскараева. Твое мнение по этому поединку и заслуженно ли потерпел поражение Олжас Яскараев, там все-таки было решение судей, на твой взгляд? Ну, я этот бой комментировал, присутствовал там, смотрел своими очами. Бой очень спорный был, ну, по моим подсчетам, там вообще на Тоненького, судьи взяли, да, инициативу, да, и приняли такое решение. Судьи были в тот день, наверное, им было виднее, кто победил, победу отдали Канебеку с этим, ну, мало кто спорил, возможно, в сети какая-то возникла, да, история между болельщиками. Но в тот день он одержал победу, в тот день он же и принял бой со мной, мне стало интересно с ним побиться, поэтому, ну, победитель есть победитель, его выбрали, поэтому у меня никаких вопросов к этому решению вообще не возникало, поэтому он сейчас, поэтому находится со мной в оппозиции. А вопрос следующий по поединку, как раз-таки Асхата Акимова и Канебек Жанебекуло. Тебе, ну, после этой схватки было очень много разговоров о том, что Канебек, они там что-то там сутки где-то их продержали на границе, что-то такое, он не подготовился, это этапы. Но твое такое субъективное мнение об этом поединке? Ну что, Канебек же в начале, ну, как я видел бой и картину, первую половину боя он выигрывал, попадал по Асхату, просто не выдержал тот темп боя, который навязал ему Асхат, тот напор. Асхат всегда шел вперед, в итоге забрал все, весь функционал Канебека, ну, и одержал победу, одержал же победу не судейским решением, там, судья остановил бой во время, да, того, как проводил Grand Pound Асхат, поэтому, ну, какие могут быть претензии, там, я могу тоже там сейчас после своего крайнего боя придумать тысячу отговорок, да, но это все отговорки, это неинтересно слушать болельщикам, они видят то, что они видят во время боя, поэтому нужно было выходить, и показывать максимум своих возможностей. Ага, а тогда у меня вот следующий вопрос, на твой взгляд, я вот, честно скажу, друзья, я уже говорил это неоднократно в своих выпусках на проекте НашБС.КЗ, я высказывал свое мнение, почему, к примеру, мне интересен, как боец, вот, смотреть поединки непосредственно вот Фаниль Рафикова, я всегда говорил то, что мне нравятся бойцы левши, я думаю, левша нравится всем, это во-первых, Фаниль у нас рубака, он у нас ей нокаутировал свое лево, и он и уходил в нокауты, было и такое, да, но всегда было интересно смотреть его поединки. Фаниль, сделай свой такой прогноз на этот поединок, как ты думаешь, по крайней мере, на что ты рассчитываешь, одержать победу по очкам, или же все-таки финишировать своего визави в первом или во втором раунде, или может быть даже уже и в третьем, и как это произойдет? Вот, прогнозы абсолютно разные бывают, я их делать не буду, но у меня цель выходить, доминировать, как ты говорил, да, я выхожу с принципом убить или быть убитым, и были нокауты с моей стороны, были сабмишены с моей стороны, ну и были те случаи, когда Виктория уходила не в мою копилку, поэтому моя цель выходить, доминировать, тотально доминировать во всех, да, во всех направлениях этого боя, как бы он ни сложился, я по-любому буду биться до конца, по-любому этот бой будет очень интересен для болельщиков ММА, и это потенциально вообще народный мейн-ивент, я считаю, потому что, ну, у нас давняя история с Каннебеком, он меня сейчас, возможно, и увидит, и услышит, он не отвечает мне там на мои какие-то истории в инстаграме, хотя бы на одну ответь, пожалуйста. Он все говорит, что он ответит в октагоне, у него, скорее всего, есть свой план, у меня есть свой план, и я буду придерживаться его от начала до конца этого боя. Отлично, ну вот в начале этого выпуска я тебе спросил три главных таких вот положительных качества, как бойца Каннебека, а теперь три его минуса, если таковые есть, на твой взгляд. Конечно, и как я плюсы его сказал, так же и минусы скажу, плохой функционал, нежелание или неумение бороться внизу, контроль позиции очень плохой, подтягивает, пригодится тебе в бою. Ну и думаю, не выдерживает напор, вот, не выдерживает напор, когда на тебя, да, прессинга, когда давят на него, он любит это, поэтому так. Ну, как пел Фредди Меркери в своем одном из знаменитых хитов Under Pressure, да, смотрел ли ты поединок Каннебека-Жанимбекуло против Руслана Сирикпулова? Кстати говоря, друзья, на Найза FC это было в Ахтубе, в Ахтау, извиняюсь, обязательно посмотрите этот поединок, лично я считаю, что, конечно, секунданский угол в лице Нурадина Садыкова сработал просто ни о чем. Там надо было становиться пораньше. Твое мнение по этому поединку, если ты видел? Это крайний, да, поединок у них в трилогии, да, у них же трилогия была. Ну, вот это крайняя схватка, где там прям просто больно было Руслану. У нас история вроде трештокинга и началась с этого же боя, когда Руслан вроде неплохо начал, переводил, но не было контроля, Каннебек вставал и прессинговал, да, уже тогда. Ну, Руслан, физические параметры его, да, он одаренный боец, я его лично знаю, но чего-то постоянно у него не хватает. Может, это вопрос в психологии, может, вопрос в подготовке. Возможно, нет команды и подготавливаться одному, вы сами знаете, это очень тяжело. Поэтому я думаю то, что Руслан в тот бой не показал максимум своих возможностей, да, а Каннебек показал все, что смог показать из себя. Это, наверное, скорее всего, лучший бой в его исполнении, в его карьере, чем он может похвастаться, гордиться перед своими детьми, перед своим народом. Поэтому он тогда показал неплохую защиту, вставал, атаковал, чего и добился победы этим способом. То есть, Каннебек, ты же понимаешь, да, когда Фаниль говорит, что это был твой лучший бой во всей твоей жизни, что лучше, чем этот, ты с Фанилем уже по-любому не покажешь. Но это не мое мнение, опять же. Это мнение Фаниля Ногай Рафикова. Довольно интересно мы с тобой пообщались. Друзья, еще раз хочу напомнить, напомню вам, 29 декабря, Алматы, 16.00, Алматы Арена. Если еще не купили билеты, встаем в очередь. Если нет таковой возможности побывать на Алматы Арене, на Найза FC36, обязательно подписываемся на YouTube канал Найза ТВ и смотрим это действие уже в прямом эфире. Кстати, даже Найза ТВ Рус, если не ошибаюсь, второй YouTube канал. На одном будет, на казахском языке будет комментарий, на втором на русском. Так что выбирайте все, что хотите. Ну и слава напутствия, Фаниль, пожелания для своего визави, Канебек Жанебекуло. Канебек, желаю тебе собраться с мыслями, силами, выйти в своей лучшей форме, показать зрелище. Я понимаю, когда ты принял бой со мной, ты позвонил своим тренерам, позвонил своей семье, кому еще хочешь позвонил и сказал, мы сегодня стали популярны, потому что ты выбил самый большой свой бой в своей карьере. Это предоставится тебе возможность разбогатеть. Возможно, агашки тебе подарят, либо коня, либо машину, а если бонус отхватишь, то и дом подарят. Поэтому выйди, да, с таким настроем, как и я, потому что я выйду, как последний раз, воевать. И покажем красивый, зрелищный бой. И потом, возможно, тебе тоже будет чем-то погордиться. Выпрыгнешь штанов, покажешь лучший бой из своих предыдущих. Андерпреша, еще раз, Андерпреша. Друзья, с вами был наш боец Сула и Ногайфани Графиков. Всем пока, салам алейкум, аривидарчи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok